Какое интервью вам дать? Дело в том, что эту акцию проводит всеукраинская общественная организация «Антирейдер». Дело в том, что проблема рейдерства в последнее время является очень актуальной для Украины. Рейдеры, избрав целью своей атаки успешно развивающегося предприятия, незаконными различными методами, начиная от самых безобидных, как подкуп судей для получения необходимого судебного решения, и заканчивая силовым захватом, зачастую с применением как холодного, так и огнестрельного оружия, добиваются установления контроля над предприятием с целью его дальнейшей или перепродажи, или перепродажи земли, на котором это предприятие находится. В последнее время количество таких рейдерских атак, оно просто имеет угрожающие масштабы для Украины. И, в принципе, объектами этих захватов являются как субъекты малого и среднего бизнеса. Здесь уже идет речь о десятках, сотнях и даже тысячах фактах таких захватов, которые не имеют общественного освещения. Так и субъектов крупного бизнеса, в котором, впрочем, ситуация абсолютно не намного лучше. Ну, как бы, в подробности, да, серьезно. Еще такая маленькая просьба, туда всегда не ходите, это просто из кадра вырывается. Не понял. Именно цель сегодняшней акции, что в Курсии? Значит, всеукраинская организация «Антирейдер» считает, что сегодня, в наше время, когда Украина стоит на пороге интеграции в мировое сообщество, вы знаете, что скоро нам предстоит вступление в ВТО, допустим, в дальнейшем, возможно, вступление в Европейский Союз, проблема рейдерства, она очень негативно влияет на международный имидж Украины. Рейдеры отпугивают потенциальных иностранных инвесторов, рейдеры блокируют интеграционные процессы и, в принципе, ставят под сомнение существование самого предпринимательства как явления в Украине. Это ясно. Это, опять-таки, вы рассказываете о Большой Рейдерстве. Да, и дело в том, что... И, собственно, почему под собрание Батькевчины? Ну, дело в том, что вот сегодня в этом здании состоится, по нашим сведениям, ну, уже, скорее всего, точно состоится съезд всеукраинского объединения Батькевчина, на котором, по нашим сведениям, будут утверждаться списки от Батькевчины, вбьют и до выбора досрочный Верховный Совет Украины. В принципе, мы приветствуем идею досрочных выборов в Верховный Совет Украины, если это станет методом привода во власть людей, которые смогут способствовать созданию в Украине демократического общества и правового государства. Но появление, возможное появление в списках Батькевчины некоторых людей сомнительной репутацией, оно, в принципе, конечно, в этой ситуации нежелательно и ставит по сомнению саму необходимость проведения таких выборов. Дело в том, что к нам недавно обратились наши черкасские коллеги и попросили обратить внимание на факт рейдерской атаки на открытое акционерное общество «Черкассы ГАЗ», которое имело место 31 марта 2007 года в половине пятого утра. Значит, рассмотрев эту ситуацию, мы узнали, что начало этих рейдерских действий было начато еще в 2005 году, когда подконтрольное господину Губскому общество с ограниченной ответственностью «Укртрансгазсервис» путем различных незаконных действий, фальсификации подмена некоторых документов компании установило контроль над открытым акционерным обществом «Черкассы ГАЗ», в результате чего предприятию по последним данным проверки был нанесен убыток в размере около 285 миллионов гривен. Кроме того, в марте 2005 года за долги были отключены огромное количество жилых домов в городе Черкассы. Вы упоминали имя, ну вот, вы говорите, есть имя липутата. Да. Кто он и как он причастен? Эта компания, которую я уже назвал «Укртрансгазсервис», она непосредственно подконтрольна господину Губскому. Об участии в этом деле господина Губского заявляли и мэр города Черкассы, господин Адарыч, и сами представители открытого акционерного общества «Черкассы ГАЗ», и простые черкащане, которым небезразлична судьба предприятия, от которой фактически зависят, ну, комфорт, будем говорить, теплота и уют в их домах. Поэтому мы хотим напомнить еще раз Юлию Владимировну и руководству как Батьковщины, так и Бьюта о том, что они несут персональную ответственность за людей, которые включают в свой список. И мы еще раз заявляем, что последние действия господина Губского, они, в принципе, не соответствуют тому высокому моральному критерию, который исповедуют Бьют и Батьковщина. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok